Переведено и озвучено каналом Translated History при поддержке канала Flashpoint History В ходе арабских завоеваний территория будущего королевства Арагон была включена в состав мусульманского государства Аль-Андалуз. Позже, во второй половине VIII века расширяющееся франкское государство Карла Великого столкнулось с Кордовским Эмиратом. Используя междоусобицы между мусульманскими правителями, франки несколько раз пытались захватить территорию Северной Испании, но из-за удаленности этих земель каролинги вскоре потеряли интерес к этому предприятию. Тем не менее, ряд территорий им удалось освободить, где они образовали испанскую марку, которая должна была защищать южные рубежи империи Карла Великого. В этот же период франкский граф Аруэлла установил контроль над Хаккой и рядом других замков, образовав тем самым графства Арагон. Первоначально графы Хаки были вассалами каролинских правителей, но в 820-е годы они, как и правители соседней Памплоны, отказались от своих вассальных обязательств. Затем последовало целое столетие борьбы за независимость, политических интриг и прочей «Игры престолов». В итоге, в 943 году Арагон был включен в состав Наварры. Однако в 1035 году, после смерти короля Навары Санчо Третьего Великого, его королевство было разделено между четырьмя его сыновьями. Арагон получил статус королевства и достался бастарду почившего короля Рамира Первому. И как вы помните из прошлых видео про историю Испании, любое разделение королевства приводило к войне наследников. Рамира и его сыновья приняли самое активное участие в борьбе за наварское наследство. В итоге, к 1096 году ему и его потомкам удалось превратить Арагон из маленького феодального домена в грозное христианское королевство Северной Испании. Однако, пожалуй, самым колоритным персонажем среди первых королей Арагона был Альфонсо Первый Воитель. Его ранние годы прошли в монастыре Сересса, где он учился читать и писать, а также практиковался в военном искусстве. Стоит отметить, что взросление Альфонсо проходило в период зарождения и протекания Первого Крестового Похода. Поэтому не стоит удивляться тому, что волна религиозного подъема захлестнула молодого рыцаря с головой. Во время правления своего брата в 1096 году он участвовал в ряде кампаний против мусульман. Но, что самое главное, Альфонсо проявил себя в экспедиции Эль-Сида в Валенсии. Затем серия смертей расчистила для Альфонсо дорогу к трону и в 1104 году он стал королем Арагона и Наварры. Тем временем соседний христианский королевство увидели в этой чехарде на троне новые возможности. Вскоре после того, как Альфонсо Первый взошел на трон, король Кастильи Илеон решил укрепить свою власть за счет династической связи с сильным соседом. Он предложил Альфонсо свою дочь, Уракку. Так вот, после свадьбы папа Ураки умер, и Альфонсо Воитель сразу же заявил свои права на трон королевства своей жены. Конечно же, эта наглость вызвала недовольство местной знати, которая вылилась в мятеж дворян в Галисии. К тому же, помимо трона, Альфонсо требовал исполнения брачного договора, согласно которому сын Ураки от первого брака, являющийся графом Галисии, лишался бы права наследовать престол Кастильи и Илеона. Однако Урака не пошла на поводу у нового мужа и начала отстаивать права своего сына. В итоге, ссора между женой и мужем переросла в настоящую войну, в ходе которой Альфонсо даже взял в осаду город, где находилась его жена Урака. Параллельно, он искал поддержки среди мелких амбициозных дворян Кастильи и Илеона, которые тоже хотели половить рыбку в мутной воде. В итоге, защитники прав Инфанта и Ураки терпели одно военное поражение за другим. Тем не менее, в 1111 году они короновали сына Ураки как короля Галисии. Кроме того, в 1110 году папа пасхали второй под угрозой отлучения от церкви расторг брак Ураки и Альфонсо Воителя из-за их близкого родства. Оба супруга были правнуками Санчо III Наваррского. Таким образом, Альфонсо юридически потерял право на Кастильскую корону. Но Альфонсо не имел бы прозвища Воитель, если бы он так просто отступил. Он проигнорировал решение папы Римского и цеплялся за свой брак с Уракой вплоть до 1114 года, называя себя королем и императором Кастильи, Толедо, Арагодом, Памплоны и так далее. В итоге, ни одна из сторон не могла нанести решающее поражение противнику и утвердить свои права на титулы. Поэтому христианские короли и королевы решили заморозить конфликт и обратить свой взор на юг. Первые четыре года своего правления Альфонсо вел ожесточенную войну с мусульманами. В 1105 году он завоевал Эджею и Таусетто. В 1106 году он победил Ахмада II Аль Мусаттаина из Саргоссы. Затем он отвлекся на борьбу с его женой Уракой за корону ее отца. Но не добившись ничего, в 1117 году он снова двинулся на юг. В 1118 году Альфонсо с разрешения папы Римского объявил свой собственный крестовый поход против Сарагоссы. При этом на зов Альфонсо откликнулось множество французских и других европейских рыцарей. В мае того же года крестоносцы осадили Сарагоссу, а уже в декабре месяце Альфонсо взял последний бастион города, который в скором времени станет новой столицей Арагона. Два года спустя, в 1120 году, он разбил мусульманскую армию в битве при Кутанде, после чего продвинулся еще дальше, заняв всю долину реки Эбро и дюжину городов в придачу. В итоге Альфонсо воитель стал настолько успешным, что король Кастильи и Леона заключил с ним договор, разделяющий Аль-Андалусию на отдельные сферы завоевания. Да, эти два короля были настолько уверены в себе, что поделили шкуру еще не убитого медведя и заранее решили договориться, как покорять мусульман. Чтобы, не дай бог, им самим не пришлось веками воевать друг с другом за какую-нибудь деревеньку, что часто бывало в средние века. Однако, их плану не суждено было сбыться. Вскоре после заключения договора Альфонсо умер, и умер он так, как жил, в бою. В 1134 году, во время осады города Фрага, он был ранен в глаз мусульманской стрелой и вскоре скончался. Кончина Альфонсо воителя привела к кризису престола наследования. Дело в том, что он умер, не оставив наследников. А согласно его завещанию, Арагон должен был отойти орденам госпитальеров и тамплиеров. Однако, местная знать сразу же отклонила завещание короля и начала искать законного преемника. После непродолжительной борьбы аристократических партий, выбор пал на младшего брата Альфонсо, который был коронован как Рамира II монах. И да, до восшествия на престол он всю свою жизнь был монахом. Но когда его брат умер, арагонские дворяне вытащили его из монастыря и посадили на трон. Дальше началась настоящая Санта-Барбара. Сначала Рамира пытался усыновить Гарсию Рамироса, сына Ураки, короля Леона и Кастилии. Затем Рамира с дозволения папы римского женился на вдове Агнесии Аквитанской. После того, как у них родилась дочь Петранила, в 1137 году Рамира отрекся от престола, договорился о ее браке с барселонским графом Рамоном, который стал регеном королевства. Сам же Рамира развелся с женой и вернулся в монастырь Сан-Педро. Там он и умер 16 августа 1157 года. В общем, Рамира поступил хитро. Он быстро заделал ребенка, нашел регента, сбросил на него всю ответственность за королевство, а сам помахал им ручкой, отправляясь в монастырь. Представьте себе, какое было выражение лица у Петранилы и Рамона после этой аферы. Так или иначе, Рамон был регентом вплоть до своей смерти в 1162 году. На троне его сменила Петранила, которая правила два года. В 1164 году она отреклась от престола в пользу своего сына Альфонса II Целомудренного. Итак, к середине 12 века христианские королевства очень сильно продвинулись на юг. И казалось, что еще чуть-чуть и реконкисты одержат победу, а мусульмане будут сброшены в море. Отчасти это стало возможно из-за изменения мотивации христиан. Раньше они боролись за свое выживание. Потом они решили просто обложить соседние мусульманские эмираты данью. Теперь же они были пропитаны религиозным рвением и готовы были вести полномасштабную священную войну за возвращение Испании. Теперь нам нужно вернуться на один век назад, в 1064 год, когда папа Александр II объявил об отпущении всех грехов всем, кто пересечет Пиренеи, чтобы освободить Испанию от мусульманского ига. Правда, конечной целью похода был город Барбастра. Так вот, на клич понтифика откликнулось множество европейских рыцарей, которые захлестнули Пиренейский полуостров. В итоге Барбастра был взят. Но годом позже мусульмане объявили джихад и вернули город себе. Чем же интересен этот эпизод? Прежде всего тем, что 1064 год стал поворотной точкой в европейской истории. Во-первых, в этом году идея реконкисты получила свое реальное воплощение, когда все христиане Иберии и их союзники в едином строю шли отвоевывать испанские земли. С другой стороны, поход 1064 года стал предтечей будущего крестового похода, который состоится всего через 30 лет после осады Барбастра. Ну и наконец, идея объединения для сохранения своей веры и идея священной войны с неверными получила свое распространение не только среди христиан, но и среди мусульман. В общем, короли Испании начали активно использовать идеологию крестовых походов и подумайте о достижениях, которые были достигнуты благодаря этой идеологии. В 1118 году они отправились в крестовый поход, а затем объединились с Каталонией в мощное государство. В 1147 году португальцы с помощью крестоносцев взяли Лиссабон, и в то же время королевство Леона и Кастилий под руководством своего нового короля Альфонсо VII начало наступление. Христианские рыцари продвинулись аж до самой Кордовы и в конце концов в 1147 году захватили прибрежный город Альмарея, штурме которого принимало участие большое количество генуэзцев. В общем, мусульманская Испания, которая находилась под властью альмахадов, терпела поражение на всех фронтах. Однако решающий удар по альмахадам был нанесен на их родине, в Марокко. Альмаравиды были свергнуты альмахадами, которые в 1146 году заняли столицу халифата. Альмахады придерживались еще более строгих взглядов на ислам. Они считали своим религиозным долгом уничтожить любого, кто не разделяет их ортодоксальность. И для них не имело значения христианин вы или мусульманин. Поэтому пока христианские короли праздновали свои победы, в их сторону уже двигался настоящий шторм. Завоевав почти всю северо-западную Африку, они перевели свои огромные армии через Гибралтарский пролив и вторглись в Испанию. Тем временем христианские королевства наслаждались периодом побед над Аль-Андалусом. Но по иронии судьбы, изначально наиболее ожесточенное сопротивление альмахадам оказали мусульманские города-государства Аль-Андалуса. Но постепенно к 1172 году альмахады подчинили себе всю Южную Испанию, после чего они обратили свое внимание на север и провели серию походов на христианские королевства. В течение нескольких кампаний мусульманам удалось оттеснить португальцев, но решающее событие произошло не на поле боя. Дело в том, что в самый разгар альмахадского завоевания умер Альфонсо VII, из-за чего единое королевство Леона и Кастильи было снова разделено на два королевства – Леон и Кастилью, которые сразу же начали междоусобную войну. Как вы понимаете, потом положение крестьян только ухудшилось. В июле 1195 года альмахады схлестнулись с Кастильской армией, теперь уже под командованием их нового короля – Альфонсо VIII в битве при Аларкосе. Битва была страшной, но в конце концов альмахады разгромили Кастильцев. В течение следующих двух лет силы Аль-Мансура опустошали долину Тежу, Ла-Манчу и даже окрестности Толеда. Тем не менее, альмахады ограничились только набегами и новые территории не завоевывали. Однако на дипломатическом фронте они одержали серьезные победы. Сначала они добились союза с королем Альфонсо IX Леонским, а затем они выбили у королевства Навара нейтральный статус. Почему же альмахады на пике завоевания решили остановиться? Дело в том, что у них была отвратительная логистическая система, и у них не было хороших осадных орудий. И их империя, большая часть которой располагалась в Северной Африке, была охвачена пожарами восстаний. В общем, они не могли воевать на множестве фронтов одновременно, и поэтому они решили сначала подавить мятежи в провинциях, а затем заняться окончательным покорением Испании. В 1211 году они решили все внутренние проблемы и уже были готовы добить христиан. Но было уже поздно. Пока альмахады подавляли восстания, христианские королевства собирались силами. И как только Кастилья и Арагон окрепли, они сразу же начали совершать набеги на приграничные мусульманские территории. Когда же христиане начали постепенно возвращать утраченные территории, альмахады решили покончить с неверными раз и навсегда. Начало кампании прошло успешно. Мусульмане взяли ряд замков и городов, но из-за зимы военные действия пришлось свернуть. В следующем году армия альмахадов должна была двинуться на Кастилью. Пока же христиане подключили небольшую передышку. Альфонсо VIII в свою очередь понимал, что в одиночку христианам Испании не выстоять, поэтому он обратился за помощью к самому могущественному властителю Европы, папе Римскому. В 1212 году при посредничестве папы Иннокентия III был объявлен крестовый поход против альмахадов. Кастильцы, арагонцы и каталонцы, наварцы, португальцы, ординат тамплиеров, госпитальеров, рыцари Сантьяго и множество простых европейских рыцарей, в основном из Франции, объединились в одно огромное священное воинство, которое двинулось навстречу мусульманам. В июле 1212 года обе армии встретились в местечке под названием Лас-Наваз-де-Толос, где на протяжении целого дня бушевало одно из самых ожесточенных сражений всей реконкисты. В конце дня, когда улеглась пыль, стало понятно, что воинство крестоносцев полностью разбило мусульманское войско. Впоследствии альмахады не смогут оправиться от этого поражения, и в течение всего 10 лет империя альмахадов распадется на множество независимых эмиратов. Тем не менее, христианские королевства снова не воспользуются плодами своей грандиозной победы и вновь погрязнут в междоусобной борьбе. Так или иначе, пламя реконкиста разгоралось все сильнее и сильнее, став самостоятельным явлением, отдельным от общеевропейских христовых походов. Теперь реконкиста стала перманентной войной за освобождение Испании, и в скором времени эта идея покорит умы большинства европейцев. С другой же стороны границы мусульмане жили в ожидании очередного спасителя исламской Иберии. Раньше этими спасителями были альмахады, потом альмахады. Теперь же испанские эмиры тоже ждали чуда, но весь ужас был в том, что сейчас никто не придет им на помощь. К тому же, после победы при Лас-Навазде Туласе к власти пришло новое поколение христианских королей. Они будут намного свирепее и фанатичнее своих предшественников. И именно они начнут масштабное наступление на юг. Для них уже больше не стоял вопрос, пойдет ли Аль-Андалусия или нет. Для них стоял вопрос, когда это произойдет. Но даже это не было их главной проблемой. Теперь христианские короли задались вопросом, какое королевство будет править Испанией после падения мусульман. А ответ на этот вопрос вы узнаете в наших следующих видео. Тем, кто поддерживает меня донатом по ссылке в описании к видео. Еще раз большое спасибо за просмотр и вашу поддержку.